Четвертый международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера в самом разгаре. Участники разбиты на две категории – младшую А и старшую Б. Произведения должны четко соответствовать требованиям, исполняться наизусть и звучать не более 20 минут. Напряжение с каждым днем растет, ведь первый отборочный тур позади. А по результатам второго – определятся победители. Все участники подготовлены тщательно, поэтому здесь и борьба идет такая тоже мощная. Я представляю музыкальный колледж имени Агинского города Молодечина. Ну и вот в этом конкурсе я участвую впервые, вот в первый раз из пианических конкурсов. Время на подготовку заняло где-то месяца два с половиной, три. Я как член жюри третий раз наблюдаю рост уровня молодежи. Меня это очень радует. Я концертирующий пианист. Всегда очень рад сюда приезжать и рад, что меня приглашают. Второй этап конкурса предоставил участникам больше простора. Здесь каждый из них мог сыграть одно произведение свободной формы на выбор. Второй же обязательно белорусского автора 19-21 века. Я в первом туре играла «Прелюдию фуга» Иоганна Себастьяна Баха, сонату Людовика Иван Бетховена и этюд Фредерика Шопена. Сегодня второй тур, и я играю произведение Роберта Шумана в транскрипции «Ференцилиста посвящения» и произведение Дмитрия Смольского «Скерца». В течение конкурса мы не знаем, как нас оценивают жюри, и это всегда очень волнительно, что они думают о нашей игре, и мы только в конце узнаем наши результаты. Святослав Техфилович Рихтер очень часто бывал у нас в Бресте, часто очень выступал, любим нашей публикой, и в принципе он с уважением и любовью относился к нашему городу, и поэтому закрепить в памяти брещан, гостей города, этот факт, этим конкурсом это очень хорошая идея. Поэтому мы, конечно, с радостью принимаем наших гостей, и в этот год в том числе не самый простой для приема большого количества людей. Мы рады, что люди откликнулись, приехали, собралось представительное жюри и очень хороший, высокий уровень исполнителей. Буквально на днях станут известны имена виртуозов победителей. Будем надеяться, что среди них окажутся и наши земляки. Продолжение следует...